Тонкий лед опасность для жизни. В период с ноября по декабрь лед считается осенним и недостаточно прочным. Каждый выход на такой лед несет опасность. Однако любители порыбачить и не только пренебрегают мерами безопасности. В такой период спасатели проводят рейдовые мероприятия. Однако пока достучаться до горожан не удается. О мерах и правилах безопасности расскажет моя коллега. Увлекшись рыбалкой, любители подлёдного лова зачастую пренебрегают правилами безопасности. Сейчас на реке много как самих рыбаков, так и детей, наблюдающих за процессом. Тогда как толщина льда составляет всего 2-3 сантиметра. Но это обстоятельство не останавливает любителей зимней рыбалки. Сначала зимы произошел один несчастный случай. Человеку удалось спасти. В прошлом году имело место 8 случаев. В частной реке много людей, хотя толщина льда составляет всего 2-4 сантиметра. Чтобы человек безопасно находился на льду, его толщина должна составлять не менее 7-8 сантиметров. А для автотранспорта этот показатель составлять должен 30 сантиметров. По словам спасателей, правила безопасности должны соблюдаться как опытными рыбаками, так и любителями. Как говорится, береженого Бог бережет. В ходе рейда специалисты провели разъяснительную работу среди населения и вручили памятки с правилом безопасности на льду. Если вы спасли человека, который провалился под лед, его нужно как можно быстрее доставить в теплое место и дать выпить теплого чая. Далее нужно протереть его руки и ноги, укрыть теплым пледом или одеялом и дать возможность согреться. Правила поведения на льду. Памятка населению. Не переходите водоем по льду в запрещенных местах. Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях, вне переправ. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Туман, снегопад, дождь. Нельзя делать лунки слишком близко друг к другу. Это опасно. Необходимо оградить либо отметить места лунок, так как они могут быть занесены снегом, и создать опасность для жизни людей. Не собирайтесь с группами на отдельных участках льда. Это опасно. Нельзя находиться на льду в состоянии алкогольного опьянения. Это наиболее частая причина несчастных случаев. В случае, если вы провалились под лед, постарайтесь широко раскинуть руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться в воду с головой и позовите его на помощь. Если рядом никого не оказалось, постарайтесь самостоятельно выбраться из воды. Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и отползайте подальше от места провала. Нельзя пытаться сразу встать, так как лед может вновь треснуть. Специалисты называют безопасной для рыбаков и населения толщину льда в 7-8 см. Пока же этот показатель равен 2 см. Поэтому на данный момент нахождение на льду является небезопасным. Астанай Бақыт Алихан Хайдар, Телеканал Атрау.